МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Последний звонок, прощальная линейка, обязательные слова напутствия перед вступлением во взрослую жизнь. Лет через 10-15 именно они будут нас лечить, учить, будут нами руководить. Вот это, например, будущие экономисты. Сколько копеек в рубле? 60. Главный финансовый документ нашей страны. Может быть, какой-нибудь... Нет, я уверена только насчет Конституции, что это самый главный документ страны. А вот это будущие телезвезды и политики. А кто был первый президент Российской Федерации? Первый президент Российской Федерации. Хрущев, наверное, какой-нибудь, я не знаю. А сколько президентов было в России? Помогите мне. А кто первый был? Что мне делать? А чем измеряется ток? Вольтах. В ваттах или вольтах, я физику не знаю, в ваттах, наверное. Киловатт. А сколько материков? Ну все. Редкий журналист не сделал материала с подобным опросом. Высмеивали барышень, считающих, что солнце крутится вокруг Земли, стыдили молодых людей, забывших дату начала Великой Отечественной войны, ужасались мнению, что Холокост – это обойный клей. Клей? Может быть, Холокост. Холокост мне, в принципе, это ни о чем не говорит Холокост. Недоумевали. Ведь разбираются в компьютерах и гаджетах. И вроде не дураки. А подобные ответы все повторяются. А значит, возникают новые вопросы, но уже отнюдь не к школьникам. Кому и зачем нужны такие люди? Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий Ленин. В редкой советской школе не висел такой плакат. «Любимая мишень для Стёба. Я не завещал, я ручку расписывал». Типовой вариант. В 90-е годы все это радостно отправили на свалку. Но не прошло и 10 лет выяснилось. Вместе с идеологическим мусором выкинули настоящие ценности. Это была система, в центре которой был ученик. И на выходе даже второгодники выходили людьми, ну, прямо скажем, с гораздо большим набором знаний, чем современные отличники. Каждый этап того или иного учебного курса, он должен быть не просто пройден, а он должен быть усвоен учеником. Результаты этой системы не только первый в мире космический спутник, ядерная бомба и атомные электростанции, но и современный танк «Армата», новейшие ракетные комплексы и самые передовые, уже сегодняшние научные разработки. Здесь мы исследовали так называемые монолитные кварцевые подвесы пробных масс. Маленький эксперимент, который дал вклад в этот огромный проект, в котором участвуют более тысячи ученых из 15 стран мира. В этой лаборатории изучают волновые свойства гравитации. Это в кино полеты через черные дыры фантастика. А здесь один из отдаленно возможных результатов. Я ожидала, что уж в лаборатории будут вообще все там блески стали, никель. А породование, как вот у нас было в школе в кабинете физики 100 лет назад? Ну, не совсем так. Все-таки у нас появляются и такие современные, вот современные лазеры. Трудно это все делать, трудно. Ну, вот так получается, что благодаря энтузиазму наших студентов и сотрудников, и профессоров нам удается вот в этих условиях, тем не менее, делать что-то значимое и нужное. В последние годы у ученых, наконец, стали появляться и сверхсовременное оборудование, и деньги. В оборонном комплексе очень хорошо понимают, на вложениях в науку экономить нельзя. Но наши специалисты в мире ценятся тем дороже, что способны добиваться высочайших результатов в любых условиях. Даже без необходимой техники, а порой и без денег. Потому что удалось сохранить главное – школу. Физический факультет, слава богу, сохранил научные школы, которые позволяют нам сейчас конкурировать с западными фирмами. При всем, при том, что нас пытались развалить все образование, особенно в 80-е годы, и все равно у нас довольно хорошие успехи. В области физики, по крайней мере, мы по многим параметрам не отстаем, где-то даже опережаем их. В Ганновере у нас двигатель, альинс-двигатель, который мы представляли, там просто выставки украли, мягко говоря. Ну, это вообще высшая оценка, когда что-то продут. Высшая оценка, да, наших разработок. Я не думаю, что они смогут скопировать это быстро. Даже название стен газеты на физфаке менять не стали. Традиции – слово для Московского университета святое. Шуткали отсюда 11 нобелевских лауреатов. Тем не менее, здесь не отрицают, что реформа образования безусловно была нужна. Наука и школа просто не могут застывать на месте. Вопрос – какая именно реформа? Что конкретно менять, а что наоборот развивать как традицию? Казалось бы, зачем реформировать то, что не требует необходимости реформирования? Но если начали трогать, значит, как правило, это ведет к тому, что происходит ухудшение этой системы, а не ее улучшение. Беда оказалась в том, что к нам приходят дети даже подготовленные, но те, которых не научили думать и рассуждать. Вот с этим трудно обстоит дело. В общем, если сравнивать, какая при Советском Союзе была система образования, там, со всеми недостатками, там, со всем. Но думать, вы знаете, учили. А потом отучили. Причем произошло это так стремительно, что специалисты задались вопросом – это ошибка или технология? Я никогда не забуду свой разговор с одним из разрушителей старой системы, когда я ему говорил – что ж ты делаешь? А он мне говорит – систему надо разрушить до основания, а затем. Так не бывает. Живые люди так не… Тогда надо людей, которые думают по-другому убивать. Вот и все, другого пути нет. Так и происходило. Советское прошлое подлежало полному уничтожению, прежде всего, в головах. Убить Совка в себе и в других было принципиально важно. Начали с АЗОВ. С букваря. Первый област. Слава руководителям Павленда Елены Васильевны. Первый звонок, первая учительница, первый учебник. Мама мыла раму, у сама усы, у Шуры шары. Буквы, слоги, слова. Казалось бы, что тут можно реформировать? Ну, разве что картинки с пионерами поменять. Но изменения оказались куда более значительными. В 85-й и 87-й год полностью перешли, начиная с 82-го на фонетические буквы. Сейчас по программе подготовки к школе в детском саду дети два года занимаются звуковым анализом слов. То есть к чему это приводит? Букв они не видят. А они анализируют слова на слух. И когда буквы они проходят... Ну, вот я сидела в классе, да, учительница букву А показала, спрашивает, какое слово, ребята, на А вы знаете. Весь класс кричит «огурец». После букварей начинаются учебники литературы. Вот они как раз поменялись мало. По крайней мере, зубодробительное занудство советских методичек осталось. Рассказ о том, как человек в повседневном труде ведет борьбу за существование, познает природу, учится обрабатывать землю, строить, мастерить, вести хозяйство, сразу и не угадаешь. Но это Робинзон Круза. А как вам Пушкин, который воссоздает широкую панораму художественного пространства мира сказки? А книга о счастливом детстве и ее продолжении – книга о суровой действительности? Это, если кто не понял, приключения Тома Сойера и Геккельбера Фина, соответственно. Учебник литературы, пятый класс. Читать, а уж тем более думать над прочитанным после такого вряд ли захочется. Впрочем, школьникам по новым программам чаще задают другое – презентации. Они заменили сочинения, решение задач по физике, химии, генетике. Казалось, что интересные рассказы понемножку обо всем, вместо решения скучных задач по определенным темам, расширят кругозор. На деле получилось – чему-нибудь и как-нибудь. Есть такой анекдот. Колька, ты сколько можешь яблок съесть? Он до 500. Так ты же не съешь. Ну, не на съем, так надкушу. Может, хватит надкусывать? Поднимаете проблему, доводите ее до конца. Волга должна впадать в Каспийское море. Вместо изучения наук, да, теперь, ну, некие знания в картинках. Презентация – это только перевод в графическую такую форму, описание, пересказа, то есть смысл они не знают. В задачах, если они задачи не решают, они не понимают логику и содержание формул наук, принцип зависимости. Результаты не заставили себя ждать. Перед ребенком лежит линейка. Норальный ряд чисел начинается с единицы, а линейка начинается с нуля. Он не мог ответить на этот вопрос. К принципиальному удивлению экзаменаторов обнаруживается Иван 111. Почему Иван 111? Оказывается, не знают не только, значит, процесс, связанный с Роским Централизованным Государством, но Римская цифра 3, в общем, она неизвестна. И поэтому Иван 111. 111-я Государственная Дума из той же серии. Значит, в Древнем Риме, как вам такое высказывание, жили патрицы и прайбуи. В высшей школе сквозняки от такого ветра перемен гуляли особенно сильные. Функциональные схемы данного здания. Нами была разработана программа изучения языков в нашем центре. Это Мархи, главный архитектурный вуз страны. В свое время именно русская архитектурная школа на много лет вперед определила направление развития профессии не только в России. Мы отличаемся от какого-то стереотипа сложившегося западного архитектурного высшего учебного заведения. У нас огромный курс истории, архитектуры, градостроительства и собственного искусства. Очень большую часть наших занятий занимает дисциплина, посвященная художественной истории, которые, кроме всего прочего, они прежде всего формируют вкус. Кроме того, архитектор, надо, чтобы здания не падали. У нас масса курсов по математике, по сопротивлению материалов, самим материалам. То есть огромный инженерный комплекс. Кафедрами здесь заведовали художник Дейнека, конструктор Туполев, философ Флоренский. Уровень подготовки и сегодня оценен профессионалами всего мира, вплоть до ЮНЕСКО. Но все это – почти уходящая натура. Индивидуальный стиль, творцы, выдумщики не вписываются в типовой западный стандарт обучения. А именно его взяли за образец реформаторы образования. Мы же как бы паттерны, образцы берем с запада. Потребительские образцы, понимаете? Ну, если хотите, образцы, образы жизни, мы берем оттуда. Мы свои гимназии строили, так сказать, подражая немцам. И университеты строили, подражая немцам. Вот сегодня подражать не надо. У нас был Лев Семенович Выгодский, можно было делать свое. Не делали. Я думаю, что в финской школе в любой висит портрет Выгодского. В нашей не в одной. Работы Льва Выгодского, одного из основоположников современной педагогической науки – настольные книги разработчиков образовательных программ не только в Финляндии. А вот наши чиновники книги иногда используют исключительно для красоты. Например, вот это интервью нашему каналу первая заместитель экс-министра образования и науки Дмитрия Ливанова давала на фоне роскошной, на первый взгляд, библиотеки. На второй взгляд стало ясно – странички книг не только не разрезаны, их вообще нет. И Достоевский, и Карамзин, и оригиналы Кавки и Гейны оказались муляжами. Красивые обложки, а внутри – картонные коробочки. Форма зачастую оказывалась важнее содержания и при проведении реформ. Самое обидное, что часто это была форма, от которой уже успели отказаться и на Западе. Например, объединение вузов разных направлений. Почему-то считалось, что размер имеет значение. Большой университет – значит хороший. И вдруг возникла сразу в Медицинском институте экономический факультет ахинея, ахинея. Но это же возникло. Вдруг не с того, не сего рядом с подготовкой агрономов, зоотехников и инженеров-механизаторов в Сельхозинституте появилась политология. Анекдот, анекдот. Но это же появилось. Сейчас большинство архитектурных вузов в России присоединено к техническим университетам. Мне тут один из чиновников прямо сказал, что вы ограничиваете права студентов на получение знаний. Потому что у вас какой-то архитектурный институт, а если бы вы были в составе большого университета, то они бы могли переходить из одного факультета на другое, слушать лекции в какой-нибудь совершенно другой области. Они бы расширяли свои знания и делались более полноценными людьми. Но беда в том, что мы все-таки готовим не людей, а архитекторов. В общем, классика реформ. Вернее, реформы, описанные классиком. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Но общее собрание с жильцом нашего дома просит вас добровольно в порядке трудовой дисциплины отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве. Даже у Исидоры Дункан. А также и смотровой. Кстати, смотровой может соединиться с кабинетом. Вполне. Правильно, товарищ? Очень возможно, что Исидора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я и не Исидора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной. Передайте это общему собранию. Но для чего танцевать на кухне, учиться на экономиста в медиа, на политолога в аграрном университете, а на архитекторо-строительном? И при этом открывать тысячи сомнительных высших школ с филиалами чуть ли не в гаражах? Зачем вообще нужен диплом без знаний? Раньше думали, такие вузы нужны, чтобы откосить от армии. Теперь под все это подведена солидная социально-экономическая база. Есть много вузов, которые производят не очень хороших профессионалов. И тем не менее, они производят довольно важный результат. Средний класс России – это практически продукт таких вузов. Потому что кто такой представитель среднего класса? Это человек, который знает, что динатурат пить нельзя, что фитнес находится за углом, что депозиты бывают такие-сякие. И в результате он по-другому живет, по-другому себя ведет. Это не лучшие профессионалы, а люди с определенным сознанием и поведением. Это чуть ли не официальная позиция российского министерства образования, что мы готовим квалифицированного потребителя. Спасибо им хотя бы за то, что они этот термин «квалифицированный потребитель» добавили. Но то, что совершенно, очевидно, готовят не творца, не созидателя, а именно потребителя, это мы с вами вместе видим. Вот это и есть идеал и конечная цель образовательных реформ по навязанному нам в 90-е образцу. Человек потребляющий. Именно ему сбывают айфоны, хамоны, лабутены. Конечно, он что-то умеет, иначе не на что потреблять. Но все компетенции ограничиваются узенькими профессиональными коридорчиками. Если у него не сформировалась эта понятийная структура, он не понимает дальше углубленное содержание знаний, глубокие зависимости причин и следствия. Ну как это опасно в медицине? Одни лекарства прописывают, он не понимает, на что влияет дальше. Педагог, он не может критически оценить дефективность каких-то программ или как что объяснять детям. Математик, может быть, умеет считать, но он, так сказать, не видит ошибки в других расчетах. То есть он не может работать самостоятельно. Он может работать только как исполнитель или только в каких-то еще рамках. Именно таких и называют люди одной кнопки. Термин появился в одном из аналитических прогнозов будущего нашей страны. Если еще в детстве ампутировать способность аналитически мыслить, видеть связи между явлениями, понимать принципы происходящих вокруг процессов, управлять таким человеком очень просто – одной кнопкой. Моя кнопка голубая, она чудесная, я знаю, нам играть всем так легко. Нажал и все. Для того, чтобы иметь возможность на нее нажимать, и менялись программы, выделялись баснословные гранты, переписывались учебники. Ничего личного, просто геополитика. Суверенитет в системе образования – это, ну, одна из базовых составляющих суверенитета в целом. Что такое политология? Да, сегодня мы проводили подсчет, там 90% справочники персоналей – это прежде всего западные, даже не просто западные, американские персонали, американские политологи. Вся система, значит, теории, ведь разные есть теории, разные подходы, все обществоведческие теории – это западные обществоведческие теории. Ориентир встраивания в западную систему, он, в общем, в нашем образовании сохранился. При том, что вроде бы в посткрымский период государство сдвинулось в прямо противоположном направлении. Вроде бы дело действительно сдвинулось. На высшем уровне вспомнили – образование – это не штамповка дипломов, воспроизводство народа. Общество обсуждало конкретные механизмы, как именно этого добиться. Один из самых важных результатов – для школ разработан единый историко-культурный стандарт. Общее для всех направление. Скажем, проблема образования, древнерусского государства. Сошлись на том, что приехала сюда эта дружина династии Рюриковича, она началась все-таки в России. Но они застали здесь не пустое место. Они застали здесь довольно развитую цивилизацию. Это славянские племена и другие. Они застали здесь и начатки государственности. Очень существенный, конечно, и важный вопрос – это была русская революция. Мы нашли консенсус по поводу гражданской войны, что гражданская война – это трагедия для страны, для истории. Ну, конечно, довольно большой у нас был кусок наших вниманий, нашего большого, была эта Великая Отечественная война. Мы здесь довольно твердо и прямо записали точку зрения о том, что это была освободительная война, и это всего народа, и здесь нечего делить там, кто не участвовал, кто участвовал, весь народ участвовал. Вот, я думаю, это имело… И это был консенсус. Это одобрили и ветераны наши. А вот дальше по разработанному стандарту стали писать новые учебники. Прежние – авторы. Чужие здесь не ходят. Бизнес. У каждого издательства есть пул авторов, свой пул авторов. Я же, когда пошел, предложил вот свой учебник, а мне сказали, да нет, Евгений, что там выигрывают уже издательства, мы уже знаем, какие. Новенькие, еще пахнущие типографской краской книжки. На каждой белом по красному фирменный знак «Историко-культурный стандарт» рекомендовано Министерством образования и науки, одобрено российским историческим обществом к каждому комплекту контурную карту, рабочие тетради, электронные версии открыть и учиться. Вопрос только – чему? Вот в рабочей тетради для подготовки к ЕГЭ просят объяснить слова солдата-фронтовика, отнюдь не нашего ветерана. Гитлеровца с двумя железными и золотым немецким крестом. Вот учебник для десятиклассников приводит воспоминания современника Б.М. Лукашева. «Немецкий солдат – это в основном промышленный рабочий одной из самых образованных наций мира – технарь. Наш красноармеец – колхозник, хорошо владеющий косой, вилами и так далее». Вот вопрос к материалу параграфа. Какая точка зрения – Гитлера, который считал, что нападение на СССР – акт самообороны, или отечественных историков, говорящих о вероломном нападении Германии на СССР, вам представляется наиболее аргументированной. А вот школьников просят отметить имена трижды героев Советского Союза. 50% успеха – это не перепутать покрышкиной кожедуба с Зоей Космодемьянской. Всё это как минимум вызывает вопросы. Отнюдь не о подготовке к ЕГЭ. «Образование изначально всегда решает проблему будущего. Если ребёнок сегодня пришло в школу, он через 10 лет только выйдет из школы. Каким он выйдет? А мы какую личность хотим сформировать? Ведь не ответив, на этот вопрос ничего не будет». В конце августа в это здание на Тверской-11 пришла новый руководитель. Министерство образования и науки возглавила до этого редко появлявшаяся в телевизионных новостях, но весьма известная и уважаемая в научной и педагогической среде Ольга Васильева. Работать ей есть с кем. «Учителя, они ведь с радостью вернутся к логическим программам, когда всё понятно, когда всё доказательно, и когда и грамотность, и умные ответы, и решения, и всё, всё обеспечивается. Не надо мучиться. Когда дети учатся, дети учатся с удовольствием». «Учительский контингент, он всё-таки в основе своей получил ещё идущие по инерции от советских времён подготовку. Поэтому вопрос о системе. Кадры ещё, по моей оценке, не потеяны. Кадры именно не как, значит, сверхучёные, особо продвинутые индивидуумы, значит, в этом научном пространстве, а кадры в массовом, в массовом понимании. Ничего не потеяно, значит, в этом отношении. И, в принципе, при выстраивании системы, правильной системы, это, в общем, потенциалы могут быть восстановлены». Вот это и есть главная задача, по которой придётся сдавать самый важный, по-настоящему, государственный экзамен, не списывая у других и без права пересдачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова